Когда молился, вид Христа его изменился. Вот преображение там еще святое. Когда он молился, все, что мы читаем о Христе, это должно отобразиться в нас. Что пользуется из нас, что Христос родился? Отмечать Рождество, а самому не родиться. Свыше. Да лучше вообще не родиться. Смысл Рождества только один. Если мы, уверен во Христа, родились заново, кто не родиться свыше, не может увидеть старшести небесного. Если человек уже родился, то уже никак он не может исчезнуть. Он обязательно будет или в раю, или в аду. Ну, понятно, что плохо в аду. Ну, давайте просто рассудим. Если не ловат, не охота, ну куда туда? В рай. А в рай, значит, куда не берутся, не родиться свыше. А раз же не свыше, вообще проповедей нет у русских. В русской церкви никогда не было. Самого главного нет. Господь не сказал, что никак он у вас не будет, и вы не писали, что небесное. Нет этого. И Он не сказал, что если не будете поститься среди лета по две недели, ничего этого нет. Но кто не родится свыше, не может увидеть, даже близко не подойдет. Что тут не ест это? Ты задавай себе этот вопрос. Христос воскрес. Какая мне от этого порта, если я не воскрес за новой жизнью? И так, как Господь воскрес, и так нас воскресил. Мертвы по преступлениям. Ифисянам 2.5. Сын мой Бог нажил, а так? Возвращением в дом Отца. Смысл пасхального приветствия Христос воскрес не в том, что Твои истинно только воскрес. Но самое главное, что я в это поверил, и принял, и моя душа воскресла. Можно каждый год праздновать Пасху, и самому не воскреснуть. Как весь мир празднует. И все праздники сегодня, что там столпотворение будет в Израиле. На гору Павор, там будет нашествие. А никто не знает, что Христос преобразился на Павор. И нигде этого нет, это так придумано. Нигде в Библии этого нет. А так, понимаете, ну и идет, и идет. Потому что о Паворе упоминается, что гора славная, так соединил какой-то монахт. А самое-то главное, не чудо, которое было там. А что он показал, кто он. И куда он нас зовет, и как он преобразит наши сверстные тела. И мы будем вместе с ним. И вот если рождение Христового было, и наше рождение, то это рождение, мы видим, рождается ребенок, рождается скотином. Завод сделал так, что книга Библия, говорящая книга, и говорящая книга природы. Две книги всего, природа и книга Библия. Где говорится о преображении, об изменении, которое наступает в природе. Я специально поискал в Библии, и для себя нашел кое-что, на что не обращал внимания. Послушайте. Римин 1,23. И славу нетленного Бога, и изменил его образ, подобный тленному человеку. Ну и преображение это делали. Вот смотрите, когда они на горе были, ученики, говорят, Петр не знал, что он говорил. Не знал по этому, потому что он знал, что говорит. Не понимал. Он понимал. Согласно того, что было со Христом, он не понимал, что это Бог. А Божийный Хребылак говорит о том, что почему он там хотел быть. Внизу опасность большая. Там мир-то может заразиться. Нам надо монастыри. Вот тут уже в Херии там построили. Если порезут на нас войной, а Илья огнем, он пожжет их. А если нужно будет, то Моисею водой. Это в море-то он провел. Он все высчитал, он знал, что говорил. Но в данной-то отстановке Дух Святой говорит, он не знал, что говорил. Преображение было для того, чтобы... Что вы так маловерны? Когда он ему лодки сказал. И что вы такие маловерны? Идемте. Там остальные, это апостолы, которых нельзя, они запутались совсем. Только Христос ходит, говорит, преображение, на встречи бегут, и там бесноватые, они ничего не могут сделать, они растерянные стоят. А почему у нас не получается? Так же руками машем, такие же слова говорим, что ничего не получилось. Господь им говорит, жить надо в посте и молитве. Ты видел, как я преобразился, когда в молитве? И отец сказал, его слушайте. Главное это слова. Его слушайте. А если говорит священник, а там нет слов Христа, не слушайте его. Он играет в благодати. Благодать это не венка пожизненная, что несмотря на беззаконие, на нем будет благодать, потому что в широкем ругане тут воздух сотрясает. Нет. Благодать тогда, когда он сам живет по западу Христова. Он уже давно связан под скамейкой, даже с пол. Так же архиерей и патриарх. Книга пророка Даниила 3.94. Над телами уже стих. Огонь не имел силы. Одежда их не изменилась. Почему? Почему? Остались те же самые. Потому что они не согрешили против слова. Впереди говорится. Они верны были Богу и Егоре. Они с детства повторяли, как любой. Аллах милостивий и всемилостивий. Аллах знает. Аллах ведет. Ребенок не зародится слово Аллах. У нас слово Христос должно так же звучать. Как в послании к Колосеуму я посчитал. В одном стихе апостол Павел девять раз имя Христа поминал. В одном стихе всего. Выступает патриарх почти полчаса. И слово Христос даже не встречается имя. Ни разу. Сейчас получил новое матьяло. И выступает там епископа Диамидов. Всякое отзывает. И с ума он сошел. Ни одного слова не было. Видишь, просто волки напали, утверждают епископы. Вчера же с вами был вместе. Вместе вы молились. И он только обречил патриарха о беззаконии. И все. Ну прям в словах везде звучит, что люди, епископы, они не знают Бога. Они чужие. Они как марионетки в руках лукавого. И просто у власти мосомок. Как и у сатаны. Да ты помолись о нем. Да поезжай по беседе и узнай. Хоть в чем-то сдвинулись, в чем обречал. Он обречал-то правильно. Он сейчас живой. Если ничего и не сделать, если он будет тверд. За него многие молятся. Хотя и он не знает самое истинное. Я считаю, какие-то монастыри опять говорится о чем. Просто он более прав. А изменения нету ни там, ни здесь. Даниила 5.9. Царь-Восстатарь чрезвычайно скривожился. И ведь лица его изменился на нем. И ведь можно его смутить. Здесь когда появилась рука. Люди изменяются. Иногда пугаются. Но Бог ждет не этого изменения. Вот главное. Бойся Бога и заправедей его соблюдай. Потому что она так стердит человеку. Пусть дети заучат это. Бойся Бога. Если его боятся Бога, вы будете ее бояться. Детей свои. Я еще напоминаю. Детьми проведите дома тренировки. По огню. Если огонь будет во время ветра, деревня исчезнет за полчаса. Ее не будет. Чтобы близко не прикасались. А ложась спать, обойдите вокруг дома. Да воскреснет Бог. Прочитайте. Доверьтесь Богу. Это нетрудно. Наш лагерь больше места занимает. И каждый вечер вокруг его ходит. Доверьтесь Богу. И измените свое отношение. Бог хранит. Не надо забывать о том, что не только вы молитесь. Не будучи этой молитвой, может все быть по-другому. За нас молятся во всем мире люди. Хотят, чтобы сокровились. Первая книга царств. 21-13. И изменил лицо свое перед ними. Это Адавиде. И притворился безумным в их глазах. И чертил на дверях. И пустал слюну по бородке своей. Вот такие тоже изменения. И провозносили это святостью. Еродивы ходят по миру. Жителя правиловства пишут где-то. Бог ради такое еродство от нас ждет. Он ждет от нас изменения по отношению к Нему. Чтобы не просто Господи Иисусе Христе с Ими Божием. А ты, Господи, сошедший с неба, вставь свои слова туда и скажи, преобразившись на этой горе. Преобразил ли душу мою, когда я принял Тебя. Спустил свою жизнь. Являешь ли ты царем моей жизни и Господом славы для меня. Не являешь ли я позорим, горем для церкви и для Тебя. Проверь меня, Господи. Преображен ли я я нахожу из храма Господня. Сколько молитвы-то пропустили, а умрем заболеет, а траву забегают родные. Вот тогда будут стучать. А сегодня как будто не видят. Надо молиться и родных, и близких, что они не знают Бога. Даниил 7, 28. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. Но слово я сохранил в сердце моем. Страх Господень на Павла Даниила, но самое главное, слово его я сохранил. Какое интересное место. Бог ему являлся, открывал будущее и тайны. Если бы мы тайны видели, вот сейчас, что дальше будет, может быть и жить не захотели бы. Но главное, слово его сохранил. Ио 38, 14. Чтобы земля изменилась, как глина под печатью. Каждую весну меняется, летом, осенью. Изменения какие наступают? Преображение земли. Смотря на это и скажи. Осень пришла, старый стал, а где плоды? Куда не посмотрю и один ребенок, не верующий, и второй, сухой. Сухой ствол стоит, и плодов никаких нет. Год за годом приходит, ни одна душа через меня не пришла к Господу. С чем я явлюсь? А это зарытый талант. Вы знаете, что с ним было? Он верующий до конца ходил, т.е. талант у него целый. Он веру не повредил, талант у него в сохранности. Ага. А сейчас ты ничего не мог. Сегодня отмолчать-то можно, а там уже молчать не будешь. Покаяние очень трудно вызвать нерожденным свыше человека. Очень трудно. Плачь Иеремии 4.1. Как потусство золота изменилось в золото наилучшее. Конечно, речь идет не о золоте, а о людях. О священниках, о правителях. Как это золото изменилось? Я ни одной духовной речи до конца, чтобы по слову Божию было, не нахожу. Ни в одном журнале. Мне присылают с разных концов страны и партии, и ведомости. Считаю. Крестные ходы залучились ими. Мощи. Весь город собирается, прикоснуется. А никто не знает, что это чьи мощи. Доказательства нуль. Никакого нет. Да похороните его, и написано прах, и в прах возвратишься. Там иконы мироточивые, и чего только нет. Ты прослушал один раз и скажи, потускло золото. И как оно изменилось? Золото этой веры, которую нам дал Господь. Золото не сгорит в огне. А он говорит, золото ваше изоржавило. Почему? А на нем чужой грех. Кому-то не заплатил, где-то не дадал. Ты вот все в них не преображен этот взор. А мы же видим, не золото и речь идет, а о достоянии. Правильно ли я этим пользуюсь. Идет ли от меня эта десятина. А дальше откладывает ли я на дело издание. Я вам говорил, нынче мы осенью снова хотим помочь издателям, перевозчикам для издания на алтайский язык. Откладывайте помаленьку. У кого говорит много, много положил. У кого мало, мало. Бог смотрит по достатку. А к нам осенью приеду, директор снова договорился, библейского общества. Мы опять поможем. Не доверяешь? Не надо ничего. Ты не человек, помогаешь, а Господу. Я просто напоминаю, сделай себе отдельно где-то. Помаленьку. Дома тебе самому интересно будет, что у тебя дома не просто, как у всех темы, а у тебя есть еще и каста какая-то на дело Божие. Языки 27.35. Цари их собрагнулись, изменились в лицах. Люди изменяются, когда их ставят перед фактом, что им нужно отвечать, арестовали. Я видел поглиневшие лица, дрожащие руки, когда человек внезапно арестовывает. Вчера к нему нельзя было подойти, такой грозный. А сегодня он арестован, рядом со мной стоит, его бьют. От него ничего не остается. А верующий тверд, как в столах. Изменения уже прошли раньше. Смерти верующего нельзя запугать. Почему? Так я пошел за Господом, я уже приговорил себя к смерти, я уже приговорил ее. Чтобы враг не ставил, какие орудия пыток, ты на все смотри с пренебрежением. Хочешь научиться быть мужественным, готовить детей? Просчитайте еще раз вторая маковейская глава. Не бойся ни сковород разожженных, ничего. И измени отношение к самой жизни. Она такая маленькая, такая временная. Конечно, хочется устроить жизнь детей, чтобы достояние было. Кстати, вероятность никакой не будет. Душа светит, и ты забудешь, что эта планета существует. Ты пойдешь по мытарствам. Ну, ни один человек никому не поможет. Каждый понесет свое бремя. И тогда то, что сейчас слышите из Слова Божия, как оно дорого будет. Верующий умирает, ангел, он сразу приветствует, знает. Они верующие не понимают, что это за существо, пока он до этого дойдет. Он видит демонов, которых отрисал, они, кажется, и есть. И они повлекут совсем другое место. Мы считаем, как обмирали люди, они все одинаково говорят. И баптисты, и православные. Там видят все одинаково. О, если бы мы здесь изменились по отношению к Господу. Самое главное в жизни принять Господа. Уверовать в Него, жить во Христе и трудиться для Него. И как бы ты хорошо ни делал, всегда говори, я ничего не стою еще. Сделал, что должно. Подводи сам этому итог. Ничего великого в этом нет. Даниил 10.8. Вик лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости, когда является Господь. Когда мы на молитве чувствовали присутствие Божие, что здесь говорит Господь. Мы проведем как бы диалог. С нами говорит Бог через Слово. Другого нет, мы не слышим голоса Его. Скажи, с тобой Бог говорил? Ты не просто буквы собрал, прочитал, а это Бог сказал. Мой Бог, Актор, Дух Святой, мне говорил. Вот такое отношение должно быть. Прочитал немножко, закрой, и опять скажи, это Бог мне говорил. Господи, вот здесь я не понимаю. Снова дай рассудить. Кто-то знает больше. Пойду спрошу. Есть какая книга? Открою, прочитаю. А мне самому хочется Богу сказать. Не просто слушать. Другого способа нет, как только молиться. А молитва это и вопрос. Богу задавай вопрос. Прямо на молитве. Да в коль он походи. Водолюбе постоянно говорит, Господи, что спишь? Какая же смелость у него была. И заметьте, что Ио разговаривает с Богом, он вопрос за вопросом Богу задает. И вопрос задает так, как будто это сосед, которым он недоволен. Но каждый день опирается на его плечо. И Бог не отверг его. А те, которые исчезли, коли три князя-то, он говорит молитву, и жертву от вас не примут, только от его примут. Значит, и с Богом разговаривать надо, как христианин. Благодарю тебя, Господи, ты искупил меня. Это вторая ступенька. На вторую ступеньку поднять себя очень непросто. Когда Бог совершает над нами непонятное, страшное, дивное. Вот ехал, батюшка, идут известия, больше он никогда не приедет, где-то он там пойдет. Благодарим тебя, Господи. Только во христе, чтобы был. Молитесь за него. Чтобы он не зря шатался, как едышник по миру. А для дела Божьего. За свидетельство. Что Бог сохранил нашего епископа и его расположение к нам. Митрополита Иллариона. У нас сколько молитв. Правители, смотри, какие. Куда они идут? Все играют и играют. Какие-то олимпиады. Это все будет забыто. Потому что человек, измененный Богом, преображенный, он не будет туда везти. Он в любом фильме, который смотрит, он во всем будет смотреть. А какая мне польза, что я смотрю? А если я не посмотрел, не почитал, что я потерял? Это изменения, которые в тебе произойдут. Ты на все будешь смотреть другими глазами, другим разговором. Те, которые были друзья твои, ты в свете Библии посмотри, они нужны тебе. Тех, кого ты зазираешь, это самое лучшее, могут быть твои помощники. Помолись. Попроси Бога. И написано, вид лица его изменился когда? Когда молился. То, что я говорю, это может произойти настолько на молитве. А молитва, это искреннее соединение с Богом. Когда мы на молитве слышим веяние Духа. Ни в громе, ни в молнии, а в тихом веянии ветра. И Господь развернет обратным путем. И пойдешь, говорит, куда не хочешь. И поведут тебя, и распрострешь руки, и смертью своей прославишь Бога. Пусть нас Господь преобразит до конца. Чтобы никто из нас не оказался опоздавшим. Чтобы все мы нашли в старство преображенного нашего Спасителя Иисуса Христа. И родственники, мы слышим, а посадки близкие и знакомые, преобразились в образ Христов. Аминь. 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 Продолжение следует...